Почти каждое утро главы Блаковского района Александра Соловьёва начинается на стройплощадке. Здесь он встречается со специалистами, которые проводят обустройство кислородной станции для коронавирусного госпиталя. Темп достаточно хороший и темп связан с одним простым вопросом о том, что количество и объём кислорода, который поступает непосредственно сюда для госпиталя, и теперь уже можно сказать для четырёх уже зданий госпиталя, плотную составляет 216 полных баллов. На данный момент количество коек развернуто уже 400, и, к сожалению, готовимся к дальнейшему разворачиванию до 500 коек. Поэтому, конечно же, расход кислорода очень большой. Строительство кислородной станции началось около двух недель назад, и к нему подключились крупные предприятия города, а также муниципальные коммунальные организации. Разделив обязанности, они ударили сразу по всем фронтам. Энергетики переносили столбы освещения, дорожники расширяли проезжую часть. Проектом занимался металлургический завод, подрядчики металлургического завода. Два с половиной километра нержавеющей трубы 27-го диаметра и 58-го диаметра полностью оплатили компанию «ФосАгро». Новая кислородная станция поможет обеспечивать пациентов коронавирусного госпиталя таким необходимым кислородом. Сейчас в медучреждении уже четыре корпуса. Три в больничном городке, один в лучшем кардиоотделении на Балаковке. А ведь еще полгода назад, когда этот самый госпиталь открывался, казалось, что темпы заболеваемости удастся держать, и осенью вирус будет под контролем. Время показывает, что весна и осень сильно отличаются. Что сейчас идет значительный рост больных. Если у нас в весенний период, это даже в мае, было порядка 100-120 больных, то на сегодня на утро 419 больных. То есть и увеличение пациентов с пневмониями, средними тяжелыми пневмониями в разы, потребовало, конечно, большего числа кислорода. Сейчас в госпитале около 120 человек находятся на кислородной поддержке, хотя еще месяц назад эти показатели держались на уровне 30. Для того, чтобы обеспечить больных кислородом, два раза в день приезжает машина из Энгельса с необходимым количеством баллонов. Получается, что медперсонал должен заменять баллоны с частотой 8-9 штук в час. Это очень сложно, поэтому и встал вопрос о кислородной станции, которая будет заправляться один раз в 10-14 дней. И первая емкость уже на подходе, а все необходимое для ее подключения уже почти готово. Проведены работы по устройству фундаментов, плиты самой под газификаторы кориогенной емкости, под испарители. Также ведутся работы, приготовленные траншеи под подземный газопровод. Также ведутся работы по расширению дорожного полотна, подъездных путей. Помогает нам металлургический завод, фосагрозавод, то есть такие вот городообразующие предприятия нашего города. Более двух километров металлических труб, которые были приобретены на выделенные компании фосагросредства, уже укладываются в специальные траншеи под землей. Они соединят емкости для кислорода с газовыми сетями внутри госпитальных зданий. Разводка на втором этаже спецкорпуса уже проведена. В других корпусах как раз сейчас монтируется. А это значит, что медики будут готовы к увеличению числа пациентов. Кстати, первую емкость планируют ввести в эксплуатацию уже 8 ноября. А сам госпиталь уже в ближайшие дни будет выведен на лечение 500 коронавирусных заболевших. Субтитры создавал DimaTorzok